Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом тортика медовая вишня. Состоит он из медового бисквита, сметанного крема и вишневого конфи. Делается все очень просто, а результат просто превзойдет ваши ожидания. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Весь список необходимых ингредиентов вы видите на экране. Также я еще их дополнительно укажу под видео для вашего удобства. Для начала мы сделаем конфитюр. Для этого вишню размораживаем, засыпаем ее сахар, желатин, замачиваем предварительно в воде. И теперь в вишню засыпаем наш крахмал, хорошо перемешиваем и ставим на огонь увариваться. Вот такая консистенция у вас должна примерно получиться. В горячую вишню добавляем наш замоченный предварительно желатин и хорошо перемешиваем. Теперь массу можно пропюрировать блендером или оставить так, как есть. Тут уже смотрите, как вам больше нравится. Кольцо обтягиваем пищевой пленкой и выливаем наш конфитюр. Ставим в холодильник для полного застывания. Пока застывает наш конфитюр, займемся бисквитом. Белки взбиваем до крепких пиков с щепоткой соли. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Для этого может понадобиться от 8 до 15 минут. Как только белки достигли своих пиков, начинаем постепенно подсыпать сахар. Вот это очень важный момент, поэтому не спешите и делайте это как можно медленнее. Пока наши белки взбиваются, делаем заготовку из меда и молока. Смешиваем их до однородности для того, чтобы нам потом было удобно вливать данную смесь в наши белки. Наши белки уже взбились и теперь по одному начинаю добавлять желтки. Старайтесь делать это на самых низких оборотах миксера, либо возможно воспользоваться лопаткой. Тут смотрите, как вам удобнее. Самая главная наша цель, это чтобы наши белки опали как можно меньше. Вот такая в итоге получилась у меня масса. Теперь постепенно начинаем вводить муку. Я буду делать это в три этапа. Перемешивайте как можно осторожнее для того, чтобы ваша масса опять же не опала. Вот такая консистенция у вас должна приблизительно получиться. Перекладываем наше тесто в форму 18 сантиметров диаметром и выпекаем при 160 градусах приблизительно 30-40 минут. Для сметанного крема сметану смешиваем со сливками и взбиваем до плотных пиков. Как только пики стали крепкими, постепенно начинаем добавлять сахарную пудру. Делаем это в несколько этапов для того, чтобы наш крем сохранил свою плотность и воздушность. Вот такой в итоге у вас должен получиться крем. Он должен хорошо держать свою форму и не спадать с венчик. Готовому бисквиту даем отлежаться сутки. Потом разрезаем его на две части и начинаем собирать наш торт. По желанию бисквит можно пропитать вишневым компотом или молоком, смешанным с медом. Теперь бисквит наносим в третью часть сметанного крема и выравниваем. После чего укладываем слой конфи и слегка притапливаем. Теперь опять наносим еще один слой крема и также выравниваем. Теперь укладываем еще один слой бисквита. Обязательно пропитываю, но вы можете этого и не делать. Смотрите по своим вкусовым ощущениям. И сверху закрываем еще одним слоем крема для того, чтобы наш бисквит еще лучше пропитался. Ну и напоследок хочу еще раз показать вам внутренний мир данного тортика. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился. И вы поставите мне свои лайки. Также буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подпишитесь на мой канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!